Привет, моделисты! Кемора. Иногда я получаю модели, над которыми я уже работал, инсталляцию. Они возвращаются, и люди просят какую-то делать модификацию. В этом случае я буду делать светодиоды сюда ставить. Сейчас стоят лампочки. Это модель Athergenesis. Если кто помнит, ребята, были коробки желтого и синего цвета. Потом они убрали желтый, стали теперь синий. Почти такой же цвет, гораздо темнее, чем этот. Ну, сейчас мы все посмотрим. Я использовать буду декодер Body. Я не смогу использовать оригинальный декодер, потому что... Сейчас я вам покажу все. Почему? Потому что... Я уже скинул каплеры. Вот. Это где-то было лет, наверное, пять назад. Декодер с вот этим плагом, да? И все. Мне нравится, как я даже сам инсталляцию сделал. Обычно я не отправляю к моим клиентам модели, если что-то не так. Делается все четко. Ну, здесь особых таких затыков не должно быть. Я буду использовать эти оригинальные резисторы. Мне очень нравятся эти декодер Body. По-моему, он делает уже с резисторами. Но я что-то... Я хочу, чтобы у меня был контролируемый процесс. Так, сейчас найдем хорошие... Хорошие... А, ну вот, они здесь. И так... Быстренько. И лампочки у меня ни к чему. Кто-то еще... Обычно я собираю кучку, и мы отправляем их на ebay. Вот. Чем удобно, что я уже хорошо сделал с новыми проводами сюда, да? Это контактную группу. И будет гораздо более удобнее. Как раз это идет на функцию. И я не хочу этот разъем больше оставлять. Так что мы его используем где-то в другом месте. А, что показательно, я не использовал ESU. По-моему, я даже давно делал было. Я использовал... Я сделал... Аккуратнее, да? Я этот сделал разъем. Наверное, не было или что-то в этом духе. Видите, короткие провода. Нормально. Его можно перепаять и использовать в других местах. Но на данный момент я просто подрежу все под ноль, как говорится. Хотя он в отличном состоянии точно можно использовать. Так как все меняется, вот это тоже провода, которые идут к лампочкам. Эти ditch lights. Ну, все практически срезается. Резистора я оставляю, разумеется. Это тоже, да? Декодер снимается. Будет новая... Разумеется, это captain tape. Так, чуть-чуть подрезать. У-у-у. Нормально. Наверное, на тот момент, когда я это делал, мне это... Наверное, не понравилось, но... Ну так, на 3 с плюсом. Вот это вот. Сейчас я это заменю, потому что это какой-то... Не очень хороший... Не скотч, но мне не нравится. То есть мы это будем дело убирать. Так. Вот эти хорошие провода контактные идут. Вот эти тоже провода как раз пойдут сюда на... Декодер body. А вот... Провода к лампочкам мы уберем. Вот эти два и вот эти два. Да! Вот чем мне не нравится. Видите, уже оно все-таки поплыло. Поплыло. Это все баловство. Нужно настоящее каптон-тейп. И какие-то не изоленты. Потому что под конец изолента... Что будет с изолентой? Такая дешевая совсем изолента. Ну, во-первых, она толстая. Не годится. Потом... Если это паршивая изолента, это еще хуже. У нее клеющий вот этот липкий слой отделится от основы. Здесь вот еще... Не говорю, мне понравилось, но... Не до конца. В конечном итоге это разорвалось. И какие-то кусочки и ошметки все-таки остаются. С самого начала. Но тоже... Не всегда... Да, лучше сделать так. Опять же, на данный момент, когда я делал эту инсталляцию, потому что дополнительные... Дополнительные... Затраты не нужны, но здесь никаких затрат нет, разумеется. Но видно, они были более... Видно, подсохли сейчас. Вот эти ленты, пленка. Ну... Это типа скотча. Чуть получше скотча. Да. И вот остается это все на... Это меня сейчас не волнует абсолютно. Потому что Captain Tape я поставлю в другое место, что останется вот эта липкая фигня. Ну, ничего страшного. Вот он декодерик. Он не 21 пин. Я буду использовать 21 пин. Либо же... Ну да, чтобы все было четко. Оба новых декодера, если человек хочет поставить Consist, да? На... Как правильно? Consist по-русски. Напишите. Вот. То есть, декодер боди. Сейчас я вам показываю декодер боди. Открываем быстренько. Кто не видел раньше. Я, по-моему... Ну, у меня было достаточно количество видео на английском. На основном канале. Но... Сейчас я вам покажу. Так. Вот он классный. Декодер боди. Немножко намудрил производитель. Там несколько было моментов неясных. Но он идет на... На... Как там? Дабл-сайдед тейп. Такое. Outdoor. Которую я вам тоже показывал несколько раз. Устанавливается сюда. Можно продолжить. Ну, здесь особенно... Я просто расскажу, что я срежу вот эти вот направляющие. Дабл-сайдед тейп, которая, да, на улицу идет, на почтовые ящики там номера делают и прочее. Она стоит... Особенно вот тут смотреть будет нечего. потом распаечка и уже перейдем к светодиодам. Вот такая история. Декодер боди. Прикол, жена. Роб спросил жену, дай, ну, положи... Он хотел забрать этот декодер боди. Моя жена спрашивает, Роб, мой компаньон, моя жена американка. Она спрашивает, какой декодер боди? Она думала, что это какой-то человек. Это было прикольно. Потом мы разобрались, я показал, что у меня их целых там 20 штук лежит, декодер боди. Боди это по-английски как, ну, типа чувака тоже. в хорошем смысле слова. Вот такие дела. Ну что, на сегодня закрываем лавочку. Успехов, ребят, всего наилучшего. У меня есть Patreon page, на основном канале есть спонсорская кнопка, если есть желание отблагодарить. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...